Всем добрый вечер! Будем с вами рассматривать семинар на предмет настройка PowerPivot в Excel, насколько ты хороша. Так, значит, технологии PowerPivot нас преследуют, начиная с 2010-й версии. В принципе, они развиваются, это направление, вообще все, что связанное с Power, Microsoft старательно развивает, поэтому можно следить за новинками и порой даже то, что вы делали когда-то лет 5 назад, одним образом, в современных версиях, может быть, гораздо быстрее уже можно найти решение. В общем, хорошее направление, нужно следить за новинками. Значит, два слова. Меня зовут Ольга Кулешова, я являюсь преподавателем в специалисте, в большей степени по курсам Excel. Ну, собственно говоря, с этой информацией, в том числе, если у вас будет интерес, вы можете всегда ознакомиться и на странице сайта. Ну и плюс вам рассылались аналоги к моей презентации, только в формате PDF, поэтому всю информацию вы можете легко наблюдать. То есть я очень люблю цифры, Excel и все, что связано с цифрами, это практически мои страсти. Так, работаю в центре специалист уже достаточно много лет, ну и если вы обучались у нас, то вы знаете о том, что у нас много различных курсов, практически на любой вкус, цвет, необходимость. То есть все это можно всегда увидеть, поинтересоваться, выяснить, уточнить у менеджеров, у преподавателей. Все всегда подскажут, что практичнее в тех или иных случаях изучать, потому что на сегодняшний момент направлений и перспектив вообще очень много. Первый раз про PowerPivot мы начинаем разговор непосредственно в уровне 6 в линейке наших курсов. Это такой стартовый курс, который позволяет понять, что такое PowerPivot, как можно делать различные вычисления, как строить аналитику. Ну а затем, когда человек осознает, что вычисления у него могут быть сложнее, то дальше, конечно, можно расширять и двигаться в перспективе. В целом все настройки Power, это PowerPivot, PowerQuery, это все уровни от 6 и выше. То есть по мере вовлечения вы будете осознавать, что, как он называется, затягивает, и чем больше задач, тем больше нужно знать для того, чтобы решить те или иные варианты. Значит, к вопросу, что же такое вообще сам по себе PowerPivot. Он у нас встречается в двух моментах. Непосредственно в Excel, когда мы находимся в настройке PowerPivot. И второй момент. Наверняка вы слышали такие технологии, как Power BI, Microsoft их старательно продвигает в массы. И что касается Power BI, то на самом деле в качестве источников процесса моделирования там идет абсолютно аналогичным образом. Поэтому, научившись моделировать в Excel, вы также спокойно далее по мере необходимости, приходя в Power BI, увидите, что уже многие моменты знакомы. Ну и плюс добавляет еще какие-то возможности, которые есть, например, только в Power BI, но нет, например, в Excel. Процесс моделирования – это процесс, где вы собираете данные из различных источников. Здесь могут быть огромные источники. Это могут быть и SQL Server, и AllAppCube, и просто наши таблички Excel, и разные базы данных, такие статичные, типа как Access. Также могут быть различные выгрузки из текстовых форматов. В принципе, он знает достаточно таких стандартных многих майкрософских источников, откуда мы можем данные загружать. Если прямого такого источника нет, то всегда можно больше возможностей через Power Query загрузить также данные в модель данных. Поэтому, как правило, крайне редко мы сталкиваемся с проблемами, которые возникают на моменте загрузки. Достаточно часто, если это пользователь, работающий с Excel-файлами, то бывает так, что если таблички ненормированные, то их нужно подготовить. И тут либо кто-то делает вручную, либо уже более продвинутыми инструментами, типа Power Query, и потом они уже загружаются в нашу модель. То есть, что представляет из себя модель? Это множество табличек, как правило, но не обязательно много, две тоже хороши, если у вас так кратко все получается, в которых вы можете создавать, вы загружаете их в модель, и затем вы имеете возможность создавать связи. То есть, насколько вы сейчас видите на иллюстрации, здесь каждая табличка с какой-то другой соединены. В модели здесь будут связи только один ко многим, ни о каких других, как вот в базах данных, один к одному или многие ко многим, модель Power Pivot не знает. Поэтому здесь все решается через связи один ко многим. Ну, в принципе, один к одному, можно сказать, это как в частном случае, один ко многим здесь не проблема. А вот когда у нас связи многие ко многим, то здесь еще требуется дополнительное знание по DAX-формулам, которые позволяют уже напрямую, без всяких там лишних добавлений данных, их решать. То есть, первый этап, который у нас происходит, это непосредственно моделирование, то есть создание источников. И здесь, если обычный Excel, он у нас достаточно компактен, всего-то там миллион строчек, то здесь вы можете загружать данные, которые могут быть и миллион, и два, и три, и пять, и десять, и сто. Но единственное, чем больше, конечно, ваши размеры, тем мощнее должен быть ваш компьютер. То есть, это должен быть компьютер, у которого, чем больше оперативной памяти и ядер процессора, тем, соответственно, удачнее, успешнее и лучше будет работать. Потому что, если он достаточно слабоват, а вы загружаете огромные данные, то, естественно, процесс будет долгим и, возможно, может даже и не завершаться успешно. Поэтому большие источники требуют более мощных компьютеров, чтобы удачно и успешно с этим работать. Ну, я такую небольшую папочку подготовила, которая отвечает за файл. Посмотрите, у меня файл, который я назвала «Семинар» размером 10,5 мегабайт. Что в нем? В нем, если так просто его открыть, на самом деле ничего нет. И откуда приходят эти 10 мегабайт? Они приходят непосредственно из модели данных, в которые загружены были большие, в том числе, таблички. Где располагается PowerPivot у нас с вами в Excel? Ну, во-первых, начнем с того, что если вы оказались обладателем 10 или 13 версии, то его вам придется дополнительно скачивать с официального ресурса Microsoft, устанавливать, потом иметь возможность работать. Единственное, сразу маленький недостаток. 10 версия несовместима с последующими. То есть, если человек работает, моделирует в 13, 16, 19 или Office 365, потом случайно оказывается на компьютере, где 2010 и даже установлен PowerPivot, то он никогда модель увидеть, посмотреть, открыть, поработать не сможет. Потому что сразу будет выходить сообщение о том, что не поддерживается более новая версия. В последующем у нас есть отдельная вкладка PowerPivot. Она не очень содержательна в плане команд. В основном здесь команды больше связаны с тем, как зайти в окно модели и непосредственно, если нужно, добавить какие-то источники. Источники физически могут находиться в текущем файле Excel, однако это не всегда практично. Цель, как правило, у нас уменьшить размер файлам, а это мы можем достичь при условии, что самих данных в этом файле у нас не будет. Как правило, мы загружаем внешние данные. Значит, PowerPivot – настройка, которая включается через стандартное окно, соответственно, файл параметры. И здесь у нас есть с вами надстройки. И вот в группе надстройки только не надстройки Excel, а надстройки Q. Если сказать «перейти», то здесь в первый раз необходимо, как правило, установить эту галочку Microsoft PowerPivot для Excel. И когда вы скажете «Окей», эта вкладка появляется. Если вдруг она не появляется, вы всегда можете заглянуть в файл «Параметры» и уже в команде «Настроить ленту» обратить внимание, что эта галочка присутствует. Иногда эта настройка может с вами играть в прятки, то есть даже видя, что галочка установлена, можно вкладку PowerPivot не найти. Тогда имеет смысл отключить ее, закрыть окно Excel, включить, и она появляется. Вход в модель осуществляется через команду управления с этой вкладки PowerPivot. Структура состоит из следующего. Здесь у нас множество может быть таблиц. То есть на каждом листе, на каждой вкладке у вас размещается какая-то одна информация. То есть это таблица, характеризующая какой-то один предмет. Как и должно быть по принципам любых баз данных. Внизу вы всегда видите, вот она, запись. Вот я сейчас нахожусь на ассортименте. Здесь 38 позиций. Если я приду в таблицу заказа, здесь я увижу, вы видите, сейчас у меня просто временно стоит фильтр по номинованию. Я его очищу. И в результате мы наблюдаем 3 миллиона записей ровно. То есть такую красоту, даже если мы очень захотим, на лист Excel физически мы выиграть не можем. Только если уже в виде какого-то результата, ну типа обработки там сводной таблицы. И далее тоже присутствует ряд таблиц. С точки зрения, как это выглядит, выглядит это предельно просто. Смотреть на таблички это очень долго. У нас есть представление диаграммы. И если я загляну в представление диаграммы и попрошу его показать все, что здесь есть, то в результате вы видите, здесь есть ряд табличек. И они, соответственно, между собой связаны. Когда возникает необходимость какую-то информацию еще дополнить, то что в этом случае мы делаем? На вкладке «Главное» есть возможность сказать, что вам нужны еще другие источники. Например, в этом случае мы говорим там из других источников. И тогда, пожалуйста, вот он полный перечень всего того, что можно напрямую загрузить из различных источников. Ну и, естественно, если это какие-то серверные источники, то в этом случае нам необходимо будет эти данные загружать. И здесь нужно будет вводить и имя сервера, и, возможно, проверку подлинности проходить под именем пользователя и пароля. И дальше загрузка будет идти. Но я не стала делать загрузку в самом нашем семинаре по той простой причине, что 3 миллиона строчек все-таки в вечернее время оно будет грузиться не одну минуту зачастую, поэтому, чтобы не тратить на это время. А так реально, вы выбираете источник. Например, возьму файл Excel. Говорю «Далее». И дальше мне нужно рассказать, где располагается источник. То есть через обзор я спокойненько его возьму и открою. Ну, к примеру, возьму сейчас табличку, ну, пускай будет там источники для календаря, ну, я возьму лучше из семинарной папочки, например, источники. Здесь нужно обязательно указать, как обычно при текстовых импортах, что у нас первая строка содержит с вами и заголовки, и, соответственно, столбцы. Говорю «Далее». А дальше, в зависимости от того, что у вас находится в источниках, мы можем спокойненько взять и выбрать. Причем, если вы не знаете, что там или забыли, можно всегда выделить источник и воспользоваться командой просмотра и фильтрации. И здесь тогда, ну, это скромная табличка, вы видите, дата, здесь буквально один столбец, да? Можно при необходимости отфильтровать данные. Также в любую другую табличку можно, соответственно, зайти, посмотреть и увидеть информацию. При необходимости не брать столбец. Так, так вот, и вы можете выбрать. Но учтите, если вы какие-то столбцы берете, а какие-то нет, то в дальнейшем вернуться и сказать «Верните мне, дайте этот столбец» уже не получится. То есть, ваша выборка – это результат вашего осознанного выбора. Раз вы так решили, то потом уже шага вернуться и добавить не будет. Поэтому сколько взяли, столько взяли. То же самое, если вы по каким-то полям отсортировали, там, отфильтровали, да, сортировка-то это не критично. Простите, пожалуйста, проблема с автофокусом. Камера постоянно, то изображение видно, то мутное все. Вот, опять сейчас видно, сейчас опять не видно. Что-то у вас с камерой. Трансляция ужасная. Вы имеете в виду видео непосредственно на моих изображения? Хорошо, а вот картинка, которую вы показываете, там, ну, таблицы вот эти все, они, фокус пропадает, и прочитать ничего невозможно, вот просто мутно. Как будто автофокус сбивается у камеры. Ну, тут момент какой. Дело в том, что камеры-то нет, как таковой, сейчас в процессе работы. Это просто идет демонстрация экрана. У меня он на экране абсолютно не мутный и, скажем так, нормальный. Поэтому я даже не очень представляю, как он из мутного может превратить, в смысле, из нормального превратиться в мутный, честно. Ну, просто резко сбивается, как будто. Даже не знаю, честно сказать, как вам в этом случае помочь. Шалко, ну ладно. Ну, вот как бы реально, потому что… Хорошо, будем столько слушать, хорошо. Вот, то есть физически, как бы, не знаю, может быть, да, вот кто-то подсказывает, может, дело в скорости интернета, ну, типа то, что подтормаживает. Так вот, мы с вами можем выбрать, например, любое количество таблиц или, например, их загрузить. Ну, здесь, смотрите, у меня успешно они загружаются, он всегда дает статистику того, сколько чего загрузилось. Ну, единственное, в этой модели уже подобные таблички есть. Ну, давайте, чтобы вам продемонстрировать, как это происходит. Я сейчас, что называется, их прогоню и покажу, как, собственно говоря, происходит у нас с вами это самое моделирование. Вот, представим, что я добавила три таблички, которых у меня раньше не было. Вот, табличка даты, табличка там дни недели и таблица месяца. При этом, я, например, забыла переименовать табличку даты или не обратила внимания, это всякое бывает, то мы можем ее переименовать. В принципе, прямо здесь даже в окне связи. Я говорю переименовать и, например, назову ее календарь. При правильной работе, чтобы в дальнейшем иметь возможность делать различные аналитические выкладки, привязанные к периодам, у нас, как правило, должна быть табличка календарь, в которой уже в дальнейшем делаются какие-то привязки и вычисления. И если присмотреть, у меня есть табличка заказы, давайте я приближу, в которой есть также поле дата заказа. И связь в этом случае осуществляется очень просто. Мы берем поле из одной таблицы и перемещаем его в поле другой таблицы. Если у них, скажем так, однотипные данные, если второй момент в одной из табличек у нас есть с вами ничто иное, как уникальный список этих дат, тогда между ними мы можем создать связь. Причем здесь, как правило, если в одной табличке у нас уникальный список, а в другой этот список может быть и с повторениями, то у нас происходит следующее. Он прекрасно видит, где первичный ключ, там у связи, у линии, у вас рисуется единичка. То есть это говорит о том, что каждая дата из таблицы календарь может многократно использоваться в табличке заказа. Если сказать по-простому, в каждую дату у нас может быть много заказов. Нормальные явления. Но при этом мы видим у таблички заказа у нас знак звездочка. Это говорит о том, что множество заказов может быть на одну дату. То есть как эту связь не читай, это все выглядит, ну, что называется, одинаково. Так. Дальше. У меня есть здесь две таблички месяца и дни недели. Их я пока никак привязать к календарю не могу, потому что, чтобы привязать месяца, мне нужно получить месяц. Чтобы привязать дни недели, мне нужно получить, соответственно, там номер дня недели. И в этом случае тогда возникает необходимость в каких-то вычислениях. Я возвращаюсь к табличке календарь. Можно легко правой кнопкой мыши перейти к... И вот вижу ее информацию. То есть, смотрите, если я буду дату обрабатывать в табличке заказы, где у меня 3 миллиона строчек, то размер моей базы данных и вообще этого файла Excel будет вырастать в разы. Поэтому 3 года это всего там чуть меньше миллиона, 1100 строк. Поэтому практично, конечно, это делать и делается это в отдельной табличке. Формат Excel как бы перестраховывается здесь в модели и все время ставит полный. Но если он вас отвлекает, вы можете спокойненько взять и поставить формат более краткий. То есть обычное форматирование, аналог формата ячеи, как у нас с вами в обычном окне Excel. Здесь в самом модели у нас бывают два вида вычислений. Это вычисляемые столбцы, колонки. То есть когда в каждой строке таблицы мы получаем какой-то результат. И еще бывают вычисляемые поля. Или они же на более таком мощном языке называются меры. Это агрегация над какими-то вашими исходными данными. И если при первом приближении вам может показаться DAX достаточно простым, то пока вы используете простые формулы. Дальше становится все хуже и хуже, потому что он не такой логичный язык, как, например, тот же самый Excel или ряд других. Исходное поле. И в конце всегда есть добавление столбца. Это как бы намек от разработчика, что можно здесь создавать новые поля. Ну, например, чтобы не осуществить связь с другим полем, я буду считать. Расчет можно вести так. Я могу сказать равно, но при этом у меня расчетное значение будет формироваться в строке формул. То есть в отличие от Excel, здесь формула пишется только в строке формул. В самой ячейке мы будем видеть только результат. Чтобы определить номер месяца, мне нужна функция, здесь они только на английском языке, months. Такое логичное название. И дальше он дает подсказку, что в качестве аргумента у нас должна выступать дата. Обратиться к полю можно щелчком мыши или квадратной скобкой. Я обращаюсь к названию поля дата. И, соответственно, закрываю скобку. И тогда в ответ я сейчас, конечно же, получу цифры от 1 до 12. Ну, так как вверху таблички у меня январь месяц, то даже можно примитивно как проверить. Открыть фильтр и видеть, что здесь значение от 1 до 12. Переименую, то есть правой кнопочкой мыши, например, скажу переименовать столбец и укажу, что это у меня номер месяца. В рамках одной таблицы не может быть одинаковых названий. Но это логично, иначе в программе будет непонятно, как вообще информацию хранить и как в перспективе нам с вами ее обрабатывать. То есть первый вариант я писала равно, и в строке формул уже дальше бежала наша формула. А второй вариант, можно, чтобы лишний раз вот этих действий не делать по переименованию, можно сразу писать название поля, ну и как бы дальше уже выражение, по которому вы будете его рассчитывать. Так вот, значит, например, хочу посчитать непосредственно номер дня недели. Ну, я так сразу и прописываю, что это будет номер дня недели. Номер дня недели. Так, соответственно, я пишу название поля, двоеточие равно. И дальше мне нужно определить номер. В DAXE достаточное количество функций. Здесь можно, как ориентир, всегда на официальный ресурс в Майкрософте, где идет справочник по всем функциям. Функция называется WIGDAY. У нее два аргумента. Первый – это наша дата, то есть я указываю поле дата. А второй аргумент – это непосредственно какая система исчисления. И здесь он дает подсказки 1, 2 или 3. Так вот, один – это неделя, вы видите, от воскресенья до субботы нумерация. А вот два – это как раз наш с вами привычный вариант, когда понедельник – первый день на неделе, а, соответственно, воскресенье у нас седьмой. Ну, чтобы видеть цифры, мы могли правильно на них ориентироваться. И вот здесь тогда я получаю на самом деле цифры. Мы знаем, что у нас с вами только 7 дней на неделе. И вот, пожалуйста, будут цифры от 1 до 7. И, соответственно, так как я писала номер дня недели «двоеточие» равно, то программа сразу убирает «двоеточие», а то, что было слева от него, она делает как название столбца. И вам просто нужно делать меньше манипуляций по, соответственно, различного рода перемещениям, щелканьем, что, в общем-то, не всегда любят нашу модель PowerPivo. Что мне это дает? В перспективе я могу сюда, из тех моих двух табличек «дни недели» и «название месяцев» спокойно подставить эти параметры, и пользователь другой также нам будет удобно сразу выбирать данные из одной таблицы. Ну, для этого их нужно связать. Или, если, например, мы не хотим даже делать подстановку, это все равно позволит нам работать, он будет видеть все эти связи от одной таблицы к другой. То есть, чтобы создать связь, я создала столбцы, по которым это можно сделать, определив их по функциям. Потом я перехожу в представление диаграммы, и, соответственно, поступаю следующим образом. Вот моя табличка «Календарь», которая уже связана с заказами. И дальше я рассказываю, что в табличке «Месяца» у меня также есть номер месяца. И я это поле «Номер месяца» связываю с полем «Номер месяца» из таблички «Календарь». Точно так же я буду поле «Номер дня недели», который я определила в календаре, связывать с номером дня недели. То есть вот эти маленькие сейчас дни недели и месяца, это своего рода как справочники объектов для календаря. Теперь что мне это все дает? Какие-то связи, кучи таблиц. Да, может, мне не надо все это? Так вот, смотрите, продемонстрирую мощь PowerPivot. Я пройду в табличку «Заказы». В табличке «Заказы» у меня есть дата, когда это свершилось, количество наименования и клиент. То есть какой-то клиент пришел, приобрел какого-то определенного наименования в определенном количестве в какую-то дату. Ну и какой-то менеджер его обслужил. То, что вы сейчас видите здесь часть информации, одинаковая какая-то. Это, говорит, просто сортировка. Здесь же записи много. И я хочу знать, а какова же стоимость этого заказа? В обычном Excel что бы мне пришлось сделать? У нас здесь есть код наименования, цифры представлены, и есть лист-ассортимент, где также есть код наименования, и правее у меня есть цена за штуку. Но здесь, когда мы работаем в модели, слово «правее» вообще не имеет места быть. Это больше для чего характерно? Для Excel, когда вы пользуетесь функциями WPR или там VLOOKUP, тогда да, расположение столбцов, оно имеет место быть. А здесь каждый столбец, можно сказать, по расположению равнозначен. И получается, если бы я была в Excel, я была бы вынуждена, как посчитать? По наименованию, подтянуть сюда эту цену, и потом умножать на количество. Теперь представьте, что это у вас в Excel даже под миллион строчек. Уже процесс вычисления у вас будет идти достаточно небыстро. Что делать? Здесь мы можем посчитать столбец, но если говорить о более правильной работе, в этом нет необходимости. Потому что чем меньше вы создаете разных вот этих вот расчетных столбцов, тем меньше размер вашей базы данных, и получается, вы ее строите более правильным вариантом. Вот эта нижняя область, она предназначена для того, чтобы вы могли создавать меры. Меры, как правило, здесь вам показывают результат всего, обработки всех данных. Ну а потом, когда вы строите отчет, например, в виде сводной таблички, то вступает в силу так называемый фильтрующий контекст, и в разрезе какого-то параметра критерия они уже разлагаются, и вы видите составляющие. Ну, к примеру, вот я посчитаю сейчас сумму заказа. Каким образом? Я объявляю, например, как будет называться моя переменная. Я назову ее стоимость заказа. Дальше нужно посчитать. То есть у меня, по идее, нужно в каждой строке посчитать произведение цены и количества, и потом их сложить. Здесь у нас есть просто функция сумма сам, но она работает по принципу. Ей нужно просто уже указать готовый столбец. А есть такой более, что называется мощный вариант, она называется сам, и в конце еще буква х, которая позволяет мне здесь сразу прописать выражение, чтобы не было необходимости делать вот эти построчные расчеты. И тогда я рассказываю, что эти вычисления я буду делать в табличке заказы. Апострофом мы всегда обращаемся к табличке. Это синтаксис нашего PowerPivot. Я обращаюсь к табличке заказ. Точка с запятой. Выражение. Другими словами, как вам нужно вычислить. И здесь мы должны рассказать, что нам нужно, например, из этой таблички заказы, поле количества, квадратную скобку вводим, он сразу показывает, как название полей текущей таблицы, так и, соответственно, если были уже созданы другие меры. Умножить. И вот теперь нам нужен как бы функция, которая из другой таблички подставит нам значение. Тогда нам поможет с вами функция Related. Это вот аналог как бы упрощенной такой функции ВПР. И я рассказываю, что мне нужна функция Related. А функция очень умная во всех последних версиях. Она сразу оставляет список только тех таблиц, с которыми у нас есть связь с вами в модели. И тогда мы рассказываем, что нам нужно получить цену из таблички ассортимент. И получается, что я говорю, мне нужны заказы умножить на цену, которая мне приведет. Это функция Related. Первые скобочки, это у нас закрылись от Related. И я закрываю еще одну скобочку. Это непосредственно уже будет от суммы, от общей. Здесь можно, в принципе, писать, и часто пишут функции ступеньками, потому что когда сложные какие-то моменты, количество пробелов ни на что не влияет, чтобы было видно, что это у вас там табличка, а следующий шаг – это у вас непосредственно само выражение. И когда я завершу, вы видите, без каких-либо доп. вычислений, то все, что мы создаем построчного, как я сделала в календаре, это сюда уже прибыло. Это уже отнимает размер на нашем диске. А то, что мы с вами создаем меру, она рассчитывается вообще, и перерасчет какой-либо ее ведется, тогда, когда мы с вами делаем какие бы то ни было расчеты. Ну, единственное число вышло, конечно, могучим, чтобы удобнее его читать, я поставлю формат с разделителем группы разрядов, и вы увидите здесь тысячи, миллионы, миллиарды. Ну, и, к примеру, если нужно, можно перевести там формат, допустим, миллионов или миллиардов, пустых простых вычислений, здесь действительно делить там на тысячу или на миллион. А теперь смотрите. Если я захочу посчитать, например, количество приобретенного, ну, сколько всего, то я здесь пишу также новую меру, например, количество в штуках, и просто суммирую по столбцу количество в штуках. То есть я выбираю операцию сумма, потому что у меня уже данные есть, и рассказываю, что мне нужно взять, например, столбец количества в штуках. И тогда это как обычная операция по столбцу суммы. В какой ячейке будет в нижней части написана форма, он не имеет значения, потому что это условное такое видение, условно оно привязано к табличке, хотя мера, ну, можно сказать, как таблица-то и не принадлежит. И здесь тоже я могу поставить нормальный формат, чтобы сразу видеть какое-то количество. Но это результат обработки всего столбца, и с точки зрения аналитика, это может быть мне не очень интересное занятие. И тогда как мы можем с вами уже увидеть это в более интересном варианте? Потому что сейчас вот я вижу наименование 9. Это штука, бегать в ассортимент и смотреть, что там кроется за девятой позицией. И тогда наши действия простые. Вы находитесь в любой таблице, в модели, потому что нет значения, где вы сейчас, в каком конкретном объекте пребываете. На вкладке «Главные» у вас есть команда «Сводные таблицы». И вы можете на основании этой всей модели взять и построить отчет, например, на новом листе. И примечательность заключается в том, что у вас данные находятся в таблицах, которые между собой связаны. То, что они связаны, где сейчас видно. Они все идут единым списком, и между ними нет таких горизонтальных линий разделителей. Это как раз и говорит о том, что они все участвуют в связи. То есть дополнительно ничего рассказывать не нужно, в списке полей придут все таблицы, которые вы разрешили видеть в так называемом клиентском наборе данных. Соответственно, что я делаю? Я из таблички «Ассортимент». Беру, например, начинку. Я выбираю начинку и сразу вижу, какие у нас есть начинки в ассортиментах. А теперь, недолго думая, я прихожу в табличку «Заказы». Обратите внимание, обычные поля обозначаются стандартно. А вот если спереди у названия поля присутствует fx, это говорит о том, что это у нас с вами вычисляемое поле. Они могут располагаться в нашем отчете сводные таблички только в области значений. То есть это мера агрегации, какая-то калькуляция. И вот я их выбираю, и если там я видела только этот общий итог, то здесь вы видите уже в разрезе наименования я наблюдаю итоги непосредственно по каждой начинке. Если, например, я решу еще построить какой-то отчет, ну, например, могу поставить здесь, на листе Excel, зайти вставка «Сводные таблицы», ну, как вариант, использовать данные этой модели. И я буду видеть все то же самое, и уже могу рассказывать, например, ну, давайте в разрезе «Фабрик». Я выберу название «Фабрики». И, что удивительно, я опять из таблички «Заказы», например, выберу это поле «Стоимость заказа». Обратите внимание, что стоимость заказа в табличке с моими начинками, что стоимость заказа в табличке с наименованиями, оно абсолютно, наименование «Фабрика» оно абсолютно одинаково. То есть, смотрите, в одном месте посчитали, да, буквально одну ячейку добавили, а дальше, так как таблички связаны, мы можем спокойно это вытаскивать. Или, например, мы с вами построили, допустим, модель, а потом решили в ней что-то еще изменить. Ну, либо переход через окошки на панели задач, либо также можно PowerPivot управление. И тогда вы обратно вернетесь. Причем эти окошки, они спокойно, вот особенно если у вас два монитора, вы можете одно окно расположить на одном мониторе, другое на другом, то есть нет необходимости их закрывать. Здесь на кнопке «Сводные таблицы» у вас есть возможность не только создавать сводные таблицы, но и сводные диаграммы. Причем они могут быть созданы в перспективе в любом количестве, и это как раз практически и формирует нам не что иное, как различные дашборды. Ну, например, скажу две, допустим, диаграммы горизонтально. И попрошу разместить их на этом же листе, ну, например, там пониже. И в результате тогда что я буду видеть? Я буду видеть следующее. У нас с вами формируются две области для будущих диаграмм, и мы с вами, не сильно напрягаясь, можем спокойно брать и рассказывать информацию про все то, что нас интересует. Ну, например, стало мне интересно, кто у нас там самый, ну, что называется, самый хороший клиент, который у нас больше всего, ну, что называется, поедает этого шоколада. Тогда из таблички «Клиенты», где же еще про него информация может быть, мы с вами выбираем поле, соответственно, либо клиент, когда мы будем видеть его название. Но нам сейчас интересно по городам. Поэтому я выбираю поле «Город». И опять возьму табличку, например, из таблички «Заказы» и «Стоим из заказов». И в результате я сразу наблюдаю диаграмму, которая мне уже четко показывает, и мы видим, что Москва в этом случае у нас с вами лидер. При этом на оси они располагаются по алфавиту, согласно тому, как они вообще у нас есть там в справочниках. Но это не означает, что нам так удобно с вами смотреть. И тогда мы можем щелкнуть, например, правой кнопкой мыши по какому-то столбцу и сказать, что мы хотим выполнить, например, сортировку по убыванию. И тогда мне уже не надо будет вглядываться. Я буду четко видеть на первой позиции город лидер по покупкам. Ну, а на последней, соответственно, далеко не лидер. А потом, может быть, мы решили не все города смотреть, а какие-то определенные. И вот здесь тоже опять большой плюс. Мы с вами можем зайти в фильтр, например, города и сказать, что нам нужно отфильтровать, допустим, первые 10. Но я хочу не 10 городов-потребителей этого шоколада, а, например, хочу топ-8. И я укажу 8, и будет самых больших элементов и стоимости заказа. И тогда, смотрите, их стало гораздо меньше. Правильно? То есть и что будет? У нас потом данные меняются. Мы говорим с вами обновить, допустим, для модели. И у нас сразу автоматом во всех отчетах все данные, которые где бы что бы вы не изменили, они также будут меняться. Ну, единственное, какие данные не изменятся, они пропадут из отчета или из диаграмм. Если вдруг вы какие-то поля удалите или меры, то, естественно, отображать будет нечего. И в этот момент, в зависимости от того, что это за объект, либо не будет какого-то столбца, либо не будет какого-то фрагмента на диаграмме. Следующий, например, диаграмму выберу. И, допустим, вот я сейчас не стала их объединять, возьму, допустим, табличку месяца. И выберу, пусть будет русскоязычное название, ну, полностью. Я беру это из таблички месяца. И потом я могу спокойненько взять, например, табличку заказы и тоже вытащить стоимость заказа. И тогда он мне сейчас будет показывать по месячным. Ну, здесь есть маленькие тонкости. Если это ваши региональные настройки, да, и они у вас единственные, то можно щелкнуть правой кнопкой мыши по названию оси и выполнить сортировку. Например, от А до Я. От А до Я она сейчас стоит. Но она стоит по факту, как она по алфавиту. А так как это список, встроенный в Excel списке, да, он уже есть, не недели, название месяцев, то в результате, вы видите, она уже упорядочивается, как это в году. Но сейчас немножко, скажем так, некорректный отображение. Почему? Потому что у меня это результат получается за несколько лет. И вот здесь что примечательно. Настроить этого можно сколько угодно. То есть на каждый вопрос вы можете построить в качестве ответа там таблицу, диаграмму, да, при необходимости и то, и другое. И мы можем дальше их фильтровать. Наиболее удобный вариант фильтрации – это, конечно же, через непосредственно срезы. То есть, например, я могу выделить диаграмму. Зайти на вкладку «Анализировать» и «Создать срез». То есть, анализировать, ставить срез. И, например, сказать, что мне нужен срез из таблички «Календарь». Ну, я не считала год. Тогда давайте на всякий случай его добавлю, а то получается как-то некрасиво. Тогда я вернусь обратно в «Календарь» и добавлю еще одно поле, которое назову год. То есть, нормальное явление по мере работы, как только что-то вам не хватает расчетного, да, исходного. Берете и, соответственно, добавляете. Вполне логичное название функции «Е». И вы рассказываете, что вам нужна дата. И тогда, ну, здесь будет 2006, 2016, 2017, 2018 годы. Мы его сюда добавили. И когда я приду в окно Excel, да, он там чуть-чуть, вы видите, пошуршал, если успели заметить. И дальше я уже в списке полей буду видеть, где. В календаре. Где добавила, там оно и будет. И вот теперь я могу снова выделить диаграмму. Зайти на вкладку «Анализировать» и попросить вставить срез. По умолчанию он показывает вкладку «Активно». Это те таблицы, из которых вы выбирали поля. Ну, это на случай, если вы забыли. Хотя они реально здесь показаны жирненьким, то все видно. А дальше на вкладочке «Все» я иду опять к табличке «Календарь». Они здесь упорядочены полословитом. И беру поле «Год». И получаю срез «Год». И тогда что у меня будет? Сейчас мой этот срез «Год», он реально работает ни на что иное, как на эту диаграмму. То есть я щелкаю по 2016-му. У меня в результате здесь надо на числа присмотреться. Меняются на 2016-й данные. Щелкаю, видите, 2017-й, видите, осталось только 9 миллиардов. Щелкаю на 2018-й. Ну и даже вот смотрите, 2018-й год на первой позиции Москва, 30 миллиардов, на последний Владимир. Щелкнув в 2017-й, вы видите Москва, на последний Дмитров. Владимир уже продвинулся вперед. И уже 9 миллиардов. Можно при необходимости, естественно, выбрать и несколько элементов. То есть все как в обычном фильтре. Но этот фильтр сейчас завязан у нас только на одну диаграммку. А я, например, хочу выбирать, чтобы вся система, да, сколько бы мы всего не настроили, сразу на это реагировал. И тогда мы можем щелкнуть по нашему срезу правой кнопкой, попросить подключения к отчетам и выбрать для всех остальных объектов, потому что у нас здесь только данные, которые мы использовали в модели. И в результате что получится? Получится отличный такой рабочий момент. То есть в любой момент, сколько бы у вас там чего не было, вы щелкаете в год, и у вас сразу цифры во всех таблицах и во всех диаграммах, которые вы привязали, перестраиваются. Вы видите там динамику, например, изменения данных там по месяцам. Щелкнули в семнадцатый год, увидели, как здесь, да, вот какой-то такой, можно сказать, летний застой на фоне того, что было вот в шестнадцатом году. Щелкнем в восемнадцатый год, увидим, что там происходит в восемнадцатом году. И получается, мы можем создавать множество всякого рода табличных данных, да, в ответ отчетных. Мы можем создавать графических. И с таким же успехом, при необходимости, мы можем создавать с вами еще и KPI. То есть не в экселевском окне, а непосредственно в окне модели. Ну, например, давайте я создам по количеству в штуках, да. В среднем у меня за все годы, вы видите, тут не доходит до ста тысяч. Ну, там тридцать, сорок, пятьдесят, да, там семьдесят, ну, условно до восьмидесяти. KPI создается в модели. И в чем примечательность его? В том, что вы его один раз создаете, а потом можете смело брать и использовать в дальнейших отчетах. KPI создается только по вычисляемым полям. Поэтому я выделяю, например, количество в штуках. И прошу на вкладке «Главное» создать KPI. Сам по себе окно KPI, оно очень простое. И KPI может быть задан путем сравнения либо со значениями другой меры, то есть другого вычисляемого поля, либо с каким-то абсолютным значением. Ну, например, буду считать, что если у меня будет шестьдесят тысяч, это вот моя цель, моя радость, да, радость начальника. Я ввожу абсолютное значение целевое, например, шестьдесят тысяч. Теперь расставлю другие границы. Ну, например, пусть будет там до тридцати трех тысяч, это все-таки будем считать, мало продали количество. А, например, вторая граница, да, у нас с вами будет какая? У нас есть цель шестьдесят тысяч, и реально эта цель может и равняться этой нижней границе нашей хорошей зоне. Так и сделаю, что шестьдесят тысяч. То есть до тридцати трех тысяч, это мы будем считать печальным показателем. От тридцати трех до шестидесяти, ну, уже неплохо, но есть куда стремиться. А шестьдесят и больше, это мы уже молодцы при работе с этой там начинкой, да, например, в данном случае. Ну, и обычно, когда продажи, то чем больше продаж, тем вроде как радостней. А когда мы анализируем что-то вредное, тогда, конечно, шкала переворачивается в обратную сторону, и уже показатели тоже на каждый цвет правильно адаптируются. Окей. И в результате то, что это KPI создано, у нас здесь появляется такой маленький-маленький значочек, напоминающий как индикатор какой-то зарядки. Отредактировать его можно здесь, через контекстное меню изменить параметры, или не только отредактировать, но иногда вообще и вспомнить, что вы, ну, как бы, получили, да, что настраивали вы или кто-то другой. Потому что иногда настроишь даже сегодня с утра, а после обеда уже и не помнишь, где что он настраивал, когда очень много всего, да. Ну, а теперь возвращаюсь обратно в окно Excel. Он там быстренько считал информацию. И, например, в эту же табличку, где у меня уже была информация про наши начинки, возвращаю на экране список полей, и наш KPI находится в табличке заказа. Видите, жирник им две таблички, или можно выбрать вкладку активные, они будут ближе показаны. И здесь KPI отображается светофорчиком, чтобы вам легче было его найти. Причем он сразу утащил нашу меру в список KPI. Цель эта наша, если мы достанем, это будет просто 60 тысяч. Как правило, не очень наглядное значение, которое будет во всем столбце. А вот состояние, это вы видите, как у нас, хорошо или плохо. Да ладно, неужели у нас так все хорошо? Хорошо. Слишком все хорошо, чтобы оставить это так. Это тоже подозрительно. Поэтому я уже, глядя на цифры с окна Excel, сделаю еще одну корректировочку. То есть я зайду PowerPivot, ключевые показатели управления. Это окно почему-то, если два экрана, всегда открывается на втором. Так, и действительно, у нас получается так, что вы видите до 33... Уфти с нулей промахнулся? А, конечно, с нулями. Мне нужно еще везде, вы видите, нолик добавить. А то я как-то очень скромно про них. У нас там с вами в миллионах, да, а я что-то поскромничала в тысячах. Поэтому я добавлю еще несколько нулей. Главное только теперь не промахнуться. Не очень люблю нули считать, особенно когда я их еще не сильно вижу. Так, это будет 60. Значит, здесь еще нужно... Он уже сам, видите, их добавил. Вот теперь картинка не должна быть такой радостной. Да, а то лишь как все хорошо-то вышло. И в результате, с учетом внесенных изменений, когда я говорю закрыть, вот мы видим с вами, что есть несколько позиций, да, где у нас дела с точки зрения количественных продаж обстоят отличным образом. Это в нашем случае по, вы видите, ассорти, кофейной и ягодной начинке, да, в совокупности. Есть также, вы видите, моменты, которые не очень, да, удачно мы поработали, но здесь, возможно, уже есть там кому задуматься, там оценка спроса, да, еще каких-то вариантов. То есть нужно уже делать какой-то дополнительный анализ. Значит, по умолчанию эти значки, они также фигурируют и в общем итоге. Ну, уже с помощью функции, работающей с фильтрами, с логической, это все можно убрать, но это уже более сложное выражение. Я сейчас списать не буду, то есть в целом можно задействовать функцию if, функцию has one value и как бы доработать. То есть DAX на самом деле позволяет много чего творить. Но смотрите, 3 миллиона строчек. И в принципе, как вы видели, я нигде не ожидала, ну и серии там миленькие, посчитай, ну давай же побыстрее, сколько же можно тебя ждать, мне отчетик нужно нарисовать. То есть и 3, и сделаем и 10 миллионов. Да даже 100 строк загрузить, у вас приблизительно скорость обработки будет аналогичной. То есть здесь технологии таковы, скорости расчетов, которые заложены, что оно существенно позволяет нам с вами и быстро экономить время на всех этих расчетах. Второй момент. Если я все эти таблички переведу даже в Excel, ну просто в Excel, да, в один там файл, у меня получится что-то в районе 60-70 мегабайт. На удивление, если я их переведу в Access, даже при условии, что если я в Access выполню самое мощное сжатие, которое есть, там размер всегда получается больше, он где-то в районе 120. Ну просто я их загружала, игралась, и с группой мы там то в Access игрались, то еще. Ну вот, например, здесь 3 миллиона строчек, они сейчас здесь с половиной мегабайт, да. Вот, например, буквально на днях, и сегодня мы Excel 8 посложнее, да, формулы писали. Вот смотрите, здесь файл вообще стал могучим 50, но он на самом деле на начальном этапе уже загрузился 46 мегабайт. Там тоже 3 миллиона строчек, там больше данных, плюс больше еще других таблиц, и, естественно, размер будет при этом расти. Но если бы это было просто в Excel, то файл такой уже становится, ну, практически едва ворочащимся. А здесь получается, у нас нет необходимости дублировать информацию из разных таблиц, правильно? Каждая табличка, она описывает свой предмет. В каждой таблице у нас есть некое ключевое поле, по которому значения не повторяются. Даже если таких данных нет, это всегда в базах данных пускается код, порядковый номер, и по нему однозначно читается каждая запись другой таблички. Вот в каждую запись, в каждую связь, которую мы подводим, она сразу видит, какие поля связаны. Можно щелкнуть дважды, здесь сейчас такой графический интерфейс появился, и вы сразу видите, в том числе, если вы забыли, какая там информация, чтобы по отдельности не бегать в одну и в другую табличку. Вот видно, да, потому что цифр много, где одинаковых похожих может быть. Я тоже делал связь, я просто перетащил его, видите, она такая же, реально рабочая. Направление стрелочки, ну если связь один ко многим, оно определяется однозначно от первичного ключа к внешнему ключу. И в простых вычислениях вы вряд ли найдете особую принципиальную разницу. А вот если что-то сложное, то на самом деле это очень сильно влияет на дальнейшие формулы. Формулы, работающие с контекстом. Тут есть мощная формула, там calculate all, фильтры, которые влияют контекстом, то есть мы что насчитаем, то уже и будем видеть там в перспективах. Также здесь для удобства могут быть созданы иерархии. Ну иерархия это, как правило, что такое? Оно на самом деле в модели PowerPay вот не столь привлекательно. Оно больше привлекательно, там булавку, бах, там мощный на этот функционал есть. А здесь просто вот вы можете что сделать? Одно поле добавить, к нему второе, к нему третье. А с помощью иерархии вы можете, например, просто взять и сразу объединить несколько полей, чтобы удобнее и быстрее уже в дальнейшем выбирать. То есть вот так вот, если просто посмотреть на окошко, какое-то простенькое, серенькое, что называется 10, 15, 20 кнопочек, и кажется, как будто бы здесь ничего нет. Но здесь многие вещи, они не нужны. Здесь не нужно заниматься никакими форматированиями. В любой таблице вы видите числа по правому краю, дата и время так же, как числа условно. Все остальное по левому краю. Сразу же видно, с каким типом данных вы работаете. Здесь в большей степени вы видите команды по загрузке. И дальше на самом деле все, что человек пишет, все эти DAX формулы, это изучение мощных возможностей. Они здесь могут быть такие функции прописаны, такой членик, а вот человек почти как алгоритм на VBA создал. Поэтому это мощный инструмент. И вы практически не ограничены. Вы сюда можете добавлять таблицы, таблицы, таблицы. Но единственное, конечно, если вы сюда огромное количество всего добавите, ну там, не знаю, 100 миллионов записей, для Excel, конечно, это уже файл будет тяжеловатым, он не может занимать мало места. Но при этом, если у вас будет мощный компьютер, вы сможете это сохранить. Но здесь, конечно, при открытии Excel будет думать. Потому что, естественно, объем данных уже колоссальный. Но с точки зрения обработки вы увидите, что это не как, ну как бы, обработка будет так же идти быстро. Вы загружаете модели, дальше он быстренько все это считает. Здесь много хитростей по части расчетов. Потому что, я говорю, простые вещи, они простые, но многие вещи простые мы здесь даже не считают, потому что они не сильно уместны, да, только если требуется какие-то там фильтры накладывать или еще что-то. И вот реально в большей степени первый процесс работы с моделью, ну вот если как знакомство, да, в чем заключается? Вы загружаете источники из разных, данные из разных источников, да. Вы их можете кусочно брать, там, из баз данных, да, если это базы данных, они, кстати, вот это с SQL сервером загружено, они сразу приходят со связями, если они там были, естественно, там все это сделано, да. Дальше вы добавляете свои какие-то там TXT, да, там Excel, там, конечно, связи нет, но ничего страшного, вы их создаете сами. И в дальнейшем там посмотрели, чего не хватает, что нужно посчитать, вот так вот в процесс потихонечку человек втягивается. И за счет связи, вы видите, я практически нигде не добавляла дублирующих столбцов, да, вот как если у вас есть две таблички в Excel, вы вынуждены были там их типа с VPR-ить, да, или как на языках там SQL, сжонить, и потом уже начинать обработку. Все, вы запихали сюда две, три, пять табличек, сделали связь, если вдруг у вас нет уникального списка, ну, значит, придется создать и через него их сделать связь, и, соответственно, дальше вы это обрабатываете практически как будто как единый массив данных. То есть, смотрите, вот я что сделала, я из, допустим, из заказов, да, я прихватила поле там количество штук или стоимость заказов, да, но при этом я утащила название месяца, которое находится даже не напрямую связанной в табличке, да, а еще через одну. Почему? Потому что от месяца связь, вы видите, однозначно идет один ко многим к календарю. От календарю опять идет один ко многим к заказам. Направление связи, связи все созданы, он все это видит, поэтому для него не составляет труда моментально эти данные обнаружить, и, соответственно, в отчет или в расчете где-либо их, ну, как бы использовать, да, уже демонстрировать. Поэтому мощь, ну, как бы так-то инструментики простые, мощь вся за тем, что у нас в вычислениях. Вот на уровне 6 мы начинаем изучать простые функции агрегации, там, сумму, вот эти, сам x, который позволяет с выражением, да, а дальше, например, уже, если есть потребность более сложных, то вот 8xl, звучит грозно, там действительно уже функции DAX посложнее, особый язык, как я вам говорил, не везде логичный, к нему нужно привыкать. Но не говорю о том, что всем нужно вот прям в этот ужасный, мощный язык DAX погружаться. Многие вещи достаточно часто у нас обходятся достаточно простыми агрегациями, те же самые суммы, среднее, там, количество. И, кстати, здесь есть еще одна функция, которой в обычном варианте, в обычном Excel у нас с вами нет. Ну, например, вот у меня там есть начинки, да, и я захочу узнать, например, сколько фабрик у меня выпускает каждую начинку. Ну, чтобы понять, может, там такой малый спрос, потому что ее там выпускает какая-нибудь одна фабрика, а может, не самая раскрученная, да. Или, например, сколько в каждой начинке у меня есть там наименований, да, то есть, насколько ассортимент представлен. Ну, ассортимент, в принципе, это будет простая функция, а я давайте вам покажу по части того, что есть. Посчитаю количество фабрик. Вот, если я это сделаю обычной функцией, типа как в Excel счет, да, там счет Z или count A, count A, то в этом случае он мне просто посчитает, сколько раз оно здесь встречалось. Но, даже вот посмотрите, у меня сейчас на экране ассорти фабрика 1, и ниже ассорти опять фабрика 1, да еще раз ассорти фабрика 1. То есть, в этом случае он мне, вот если под эти данные, которые видим, он мне скажет, что у меня это ассорти выпускает три фабрики. А на деле ответ какой? Выпускает у нас только одна единственная, просто у нее ассортимент на это ассорти, да. И вот здесь, если мы воспользуемся функцией, у нас есть при работе с моделью, которая называется distinct count. Функция distinct count прекрасна тем, что она считает количество уникальных значений. Вот, к сожалению, в обычном Excel, даже вот просто при работе с данными, такой функции зачастую многим не хватает. Но она появляется только тогда, когда мы работаем с вами реально с моделью. И вот здесь я тогда скажу, что мне нужно посчитать по ассортименту, соответственно, по фабрике, да. И что я сейчас в ответ получу? В таблице внизу мне пишет запись 1 из 38, да. То есть это что у меня? 38 наименований. Но фабрику, видите, я получила количество 7, хотя строк-то у меня по-прежнему 38. Почему? Потому что действительно этих кодов фабрики, которые у меня здесь, их реально у нас всего 7. То есть вы, когда получаете эту агрегацию, вы получаете изначально ответ по умолчанию по всем данным. И уже когда я вернусь обратно на лист Excel, и вот к этой же табличке я сейчас возьму и добавлю, просто добавлю, считал, безобразить, добавлю вот это поле, которое я кратко назвала, там количество, да, количество фабрик. И вот здесь он сейчас немножко ворчит, требует создать связь, но на самом деле она сейчас не нужна. Да, причина достаточно простая. Я когда писала формулу, связанную с заказами, да, я здесь не везде указывала название таблицы. Поэтому в этом случае, когда я беру данные из разных табличек, он может выдавать такое сообщение. Но оно иногда бывает правдоподобным, у него можно обратить внимание, да, и проанализировать. А иногда это он просто лишний раз перестраховывается. Ну, то есть, потому что в мире не было указано табличку. Но на самом деле расчет вы видите абсолютно верный. Всего у нас 7 фабрик, да, и вот в разрезе каждого у нас там выпускает сколько фабрик. Вы видите, кофейные начинки у нас выпускают больше всего фабрик, да, остальные там в среднем. И вот только ореховая, можно сказать, есть фабрика-монополист, которая выпускает одну и десять. Поэтому если человек создал у нас с вами данные, ну, как бы мы как человек поступаем, да, или какой-то другой наш там помощник, мы получили с вами этот список, то, по сути дела, наша простая, по первости, задача – это рассказывать, какие факты, да, и какие измерения вы хотите просчитать. И если таблички связаны, то все прекрасно просчитывается. А если они будут не связаны, это будет сразу видно. У вас одно значение, например, там 219 миллиардов будет во всех-всех-всех ячейках, и оно же будет и того. Почему? Когда связи нет во всех базах данных, данные одной таблички, что называется, проигрываются по всем строчкам другой таблички, и как бы получается, как будто бы у вас вариант «все везде». Но это легко видно, и тогда человек сразу, либо он неправильно связал, какой-то уже бывает, да, не те поля, рука дрогнула. Ну, то есть требует уже какого-то дополнительного вмешательства. Поэтому витиеватость этих табличек может быть гораздо больше. Вот мы сегодня на восьмом Excel, по-моему, дошли уже до 15, причем там есть такие таблички действительно мощные. Но, как вы понимаете, их количество не сильно затрудняет. Главное, чтобы были связи, и тогда все отлично в отчетах строится. Поэтому сколько бы каких визуализаций вы не хотели построить, ну, вот в картинках там, которые вам рассылали, я вам здесь показал не в разрезе начинки, а на именовании, да. Ну, на самом деле это не столь принципиально, можно насчитать все, что угодно в любых критериях. А уже дальше отобразить данные, это, как правило, проблем таких не получается. Ну, и, собственно говоря, почему же PowerPivot, как таковой, называют сердце Power BI? Сердце – это какой-то механизм, да, вот как если посмотреть человек как объект, да. У нас с вами тоже есть сердце, если сердце не бьется, ну, понятно, у нас там много еще других важных органов, но сам факт того. Сердце не бьется, человек уже ничего творить не может, да. Если у нас с вами нет модели, у нас нет данных, значит, вопросов тоже уже нет, потому что анализировать нечего, да. Поэтому, где бы вы ни работали, непосредственно в Excel, наш PowerPivot Data Model, да, с нами, если вы работать будете также в Power BI, там также у нас такой же процесс моделирования. Поэтому вот эти вот общие такие моменты, они в целом характерны для любых баз данных, и в том числе внедренные здесь к нам с вами в Excel. Ну, не знаю, ну, вы, может быть, не за всем следили, но, например, в Access раньше, если говорить как база данных из семейства Microsoft, да, из офисных, там раньше были возможности встроены в Access по построению сводных таблиц, сводных диаграмм, а потом, по-моему, в 16-й версии они вообще исчезли как вид. И причина очень простая. Они там были очень примитивные и очень неудобные. И разработчик Microsoft решил, да что ж такое-то, мы там мучаемся. И он говорит, все, хватит, давай Access использовать в массе своей как хранилище и обработку, да, ну, каких-то данных. Потом, если надо, загружая это все в модель в Excel и в PowerPivot, и более уже мощными возможностями по построению отчетов, то есть тех же самых сводных таблиц, диаграмм, да, и не только, мы можем с вами уже получать визуализацию. Поэтому PowerPivot это действительно мощный инструмент по обработке данных, которые у вас могут находиться в различных источниках. То есть человек загружает, создает связи, считает и строит отчет. И что самое примечательное, конечно, если это мощные источники вы загрузили, потеряли время, да, ну, а как иначе. А вот если у вас источник мощный, то вы поработали, все создали, и в какой-то момент, когда вы осознали, что в ваших источниках, на которые вы ссылались, произошли изменения, вы в момент, когда вы не очень хотите там поработать с компьютером, запускаете процесс обновления, он, естественно, потребует какое-то время, и ваши отчеты опять все уже перестроились с учетом всех внесенных изменений. Поэтому это действительно круто, скажем так, с точки зрения работы как для пользователя, потому что здесь нам не надо быть разработчиком баз данных, нам не надо знать многих аспектов. То есть цель Microsoft при создании всех этих инструментов была одна. Как скажем так, огородить пользователя от постоянного нашествия к IT-специалистам по всяким пустякам при работе с теми же самыми большими таблицами. То есть дать ему возможность, дать ему инструмент, ну, достаточно привычный к нему, да, и вот чтобы он сам, понятное дело, что если это требуется какие-то вмешательства на общем уровне, это, конечно, уже без IT-специалиста ничего не обойдется, да. Ну, а в остальных случаях, пожалуйста, то есть это может быть и мощные варианты, и задача, когда у вас множество различных файлов в Excel, вы их через Power Query сконсолидируете в общий диапазон, отправите в модель, и дальше у вас также прекрасно будет эта работа идти. То есть Power Query, он у нас такой неотъемлемой частью является при работе с моделью, когда у нас с вами с источниками не все так ладно, да, то есть надо сделать какие-то преобразования. А иногда даже вот я рекомендую и длик сервиских файлов прогонять, даже если он нормальный, почему? Потому что Power Query дает вам гибкость. Если в табличке было, например, 20 столбцов, вы загрузили в модель 20 столбцов, а потом хоба какой-то столбец наименование поменял, и вот здесь уже начинается проблема при обновлении. А если еще столбец добавился, то у вас его никогда не будет. Поэтому Power Query такое удобное промежуточное звено для каких-то более простых источников. Конечно, никто не будет искуссировать через Power Query, прогонять это, как правило, не нужно, он уже там и так хорош какой-то должен быть. Вот, поэтому семейство надстроек, которые звучат у нас и начинается со слова Power, это действительно мощное направление, оно хоть и пришло, начиная с 10-й версии, но так более обширно в массы пошло, наверное, ну так вот, если говорить, года с 2015-го. Потому что многие, ну многие и там еще несколько лет назад даже не подозревали, что такое есть. А кто для себя это открыл раньше, тот, конечно, уже перестал мучиться с огромными, при обработке с огромными массивами данными. Вот, собственно говоря, чтобы вы понимали, что такое модель, да, загрузили, посчитали, построили. Практически из серии «делай раз», «делай два», «делай три». Только, естественно, каждый из этих процессов, он еще содержит процессы, особенности, особенно если у нас данные какие-то пользователям ручные созданы, там могут быть всякие неприятности, поэтому с ними нужно тоже воевать. Так, ну и если вы будете заинтересованы в Excel-е шестом, то на самом деле такой насыщенный курс двухдневный у нас, он постоянно достаточно стартует, как у меня, так и у моих коллег. То есть всю эту информацию вы легко можете видеть как на официальном сайте, так и при общении с менеджерами. То есть я думаю, здесь проблем никаких не будет. Ну и в целом всем спасибо за внимание, за проявленный интерес к этой теме. Надеюсь, что кто еще сомневался, что такое PowerPivot и что он может вообще мне дать, здесь некую оценку этого инструмента получили. То, что реально огромные массивы мы можем с вами быстро обрабатывать. Потому что реально такие массивы, если бы я вам попыталась даже обработать в Excel-е, ну даже миллион строчки я взяла, то формула создания месяц, копируем, ожидаем. Формула создания еще чего-то, копируем, ожидаем. А если уж не дай бог я решу посортировать или пофильтровать, то это все, прощай. А здесь, кстати, вот даже к вопросу сортировки, она в принципе здесь не нужна. Но если вы вдруг для своей наглядности решили отсортировать, вот они здесь не по порядку даты, я нажимаю заказы, 3 миллиона строчек, и Z, хоп, вы не успели даже заметить, он уже все это отсортировал. Поэтому другие технологии, есть, соответственно, сжатие. Если бы этого не было, у нас опять же были бы гигантские файлы, которые также, что называется, достаточно медленно ворочились. Так, запись она будет, судя по всему, в личном кабинете, потому что она автоматически туда попадает. Вот, поэтому вы потом, если что, также сможете присмотреть ее снова и снова. Так, ну, я здесь так кратенько подглядываю, вроде бы особо я вопросов не вижу, может быть у кого-то объявились вопросы, то без проблем на вопросы я попробую вам ответить и подсказать, что там вообще может быть. Можно вопрос? Да. Для маковской версии существует этот настройок или нет? Значит, смотрите, по поводу мака, здесь есть одна тонкая особенность. Если вы работаете на маке и у вас офис под мак, то сразу говорю нет. Но если вы работаете... Нет, 19-й. На маке 19, наверное, у вас офис 365. Вот если вы работаете на маке... Нет, 19-й. Он и для видности, и для мака одинаковый. Один дистрибутив. Вообще, насколько я знаю, если у вас чисто маковская версия, ее нет. И только если вы используете офис 365, то вы ее можете найти. Поэтому раньше я всегда смелый... 19-й. Но он под мак. Под мак, понимаете, он немножко другой. Нет, он не под мак. Он универсальный под Windows и под мак. Но, в принципе, если он у вас такой же универсальный, то вы тогда должны... Самый простой вариант, как проверить. Вы заходите, соответственно, в окне Excel, в файл параметры, ну вот так, и выбираете надстройки. И вот здесь сверху у вас, как доска объявлений, вы сразу понимаете, какие настройки у вас есть и с чем вы сможете работать. Потому что, ну, даже в двух словах, офис 365, он тоже разный. Там версия у вас может быть, скажем так, более сокращенная, в зависимости от того, какая лицензия в компаниях и прочее. Но в компаниях, как правило, редко. Хотя у меня как-то был слушатель, который несколько удивился. Он считал, что у него все круто по последнему слову. И тут он вдруг открыл, и тут, можно сказать, было почти пусто. Это для него было настоящим шоком. Ну вот, поэтому просто посмотрите. Потому что в чистом виде Mac, он не поддерживает Power-технологии. Но обычно на Mac-овских, если это стоит офис 365-й, подписка, тогда оно поддерживает. Потому что в компаниях и многие люди так работают. Но в обычном, вот в Mac-овских прям, которые были, там никогда его не было. И в принципе, потому как раньше они писали, не планировалось. Понятно. Спасибо. Пожалуйста. Еще какие вопросы есть? Ну, я немножко извиняюсь, у меня обычный голос лучше, но ряд обстоятельств привел к тому, что он вот такой. Скрипученький. Обычно я пою лучше. Ну, если вопросов нет, и захотите более детально разобраться, то милости просим на курсы, как в будни, так и в рабочие дни. Поверьте, Power-Pivot, он прекрасен. Чем больше я с ним работаю, тем больше он мне нравится. Особенно, если не надо далеко взрываться в DAX. Так, ну что ж, тогда на этом я запись останавливаю. И всем спасибо за проявленный интерес. И, возможно, до будущих встреч.